Осенью увидим сногсшибательное оживляже, изображать лицо клиента, снятой камерой в инфракрасных лучах. Дакнете, темно-брунете висят эти базы уже многие года. Добрый день, в эфире канал финверсия.ру, Благосфера и я, ведущий Тимур Аид. В предыдущие выступления я посмотрел, было много вопросов, связанных с биометрикой, и были иные вопросы. Я сегодня постараюсь на них ответить, что такое биометрика, для чего мы ее сдаем, и что ждет того, кто сдал уже, кто сдал свои биометрические параметры в единую биометрическую систему. Биометрика, биометрика – это все то, что сопровождает нас по жизни. Это те признаки, которые придают нам индивидуальность. Лицо, улыбка, голос, популярные узоры на пальцах. Мы даже узнаем нашего друга или приятия, идентифицируем его по походке, если такой биометрический признак. Если оцифровать, перевести в цифровые форматы вот эти все признаки, добавить устройства, которые эти признаки позволяют распознавать, заполнять новые, мы тогда получим вот эту всю биометрическую систему, которая идентифицирует банковских клиентов. Для чего это она работает, для чего это все запущено? Конечно, сделано это для нашего с вами удобства. Раньше мы что могли делать? Осуществляем перевод, должны вводить логин, пароль, коды подтверждения операции. Ну, не всякому этого хочется делать. А тут улыбнулся, подмигнул, сказал банку, я, это и есть я, там, Тимур Аитов. И банк на основании вот такого подмигия делает, осуществляет все операции, которые мы хотели, собственно, сделать с нашим счетом. И это не вымысел. Есть такой закон номер 482 ФЗ, который, собственно, и позволяет нам открывать счета, управлять этими счетами в любых банках, в которых мы даже ни разу до этого не были. Ну, как только пошел разговор о деньгах, сразу же возникает вопрос, а не вклеится, не встроится ли вот в эти процессы наши сообщения с банком какой-то злоумышленник. Ну, увы, я должен сказать, что, конечно, встроится злоумышленник. Может, потому что сама биометрия. Биометрия это такая вот, ну, приближенная наука. То ли вот я, то ли человек похожий на меня. Вот возьмите голос, говорю я, а может, это парадист Максим Галкин. А есть еще специальные системы, более точные системы, работающие на принципах искусственного интеллекта, которые практически точно могут смоделировать голос любого человека. А картинку? Картинку вместо того, чтобы показывать реального клиента по скайпу, можно же показать фотографию этого клиента. Банки, банки готовятся к подобным атакам, и, конечно, они, допустим, предполагают, показывают клиент вот такую статическую, замороженную, холодную такую фотографию. Они тут же его спросят, а это вы или не вы? Подморгните, подмигните, может быть, вы там показываете нам фотографию вместо живого клиента. Но и эту просьбу легко выполнить. Посмотрите, в интернете полно висит вот этих оживленных фотографий, или Монализа, Джоконда. Они все вам там кокетливо подмаркивают, подмигивают. Я даже отвлекаюсь, скажу, мы в осень, в этой осень, увидим сногсшибательное оживляже. Вот можно взять голову одного человека, приклеить, условно говоря, приклеить, прикрепить, кто лучше совсем другого. И вот эту комбинацию, вот эту модель оживить так, что вы издали даже не заметите, что это подделка. Вот эти технологии работают на принципах, на технологиях искусственного интеллекта. Используется двойная нейронная сетка, GAN называется, Generative Adversarial Networks. И вот такие фейковые новости, фейковые персонажи будут появляться в интернете, потому что у нас в будущем, в этой осенью грядет важное событие, пойдет предвыборная кампания по выбору президента Америки. Ну, что касается наших реалей, банки тоже стараются, стараются отражать вот эти возможные атаки. Я недавно говорил с одним банком, они собираются с клиента брать не просто фотографию, а спаренную фотографию. Одна фотография будет обычной, статически, как мы привыкли, а вторая будет изображать лицо клиента, снятой камерой в инфракрасных лучах. То есть на фотографии будет визна картина распределения крови по поверхностному слою, вот кожи этого лица клиента, нос будет там более холодным, щеки более горящим. Ну, конечно, вот эту фотографию подделать будет злоумышленникам гораздо сложнее, но и камер таких практически нет. Я знаю, что они стоят только на отдельных моделях, самых дорогих моделях смартфонов, и то не на всех. Что произойдет после сдачи этих параметров? Сдали мы свою биометрику, и вот, пожалуйста, на основании закона номер 482 ФСД. Какие силы манипулируют экономикой? Кто в ответе за падение валют? Где находятся скрытые резервы? Что ожидать от рынка завтра? Вся палитра финансового сектора на интернет-портале finversia.ru Что произойдет после сдачи этих параметров? Сдали мы свою биометрику, и вот, пожалуйста, на основании закона номер 482 ФСД можно будет дистанционно, сидя, грубо говоря, дома, открывать вот эти счета в любых банках Российской Федерации. Именно так говорит нам новый закон 482 ФСД. Будут ли использовать эту возможность? Сказать однозначно нельзя. Например, я посмотрю в окно, и у меня там в шаговой доступности пять или шесть офисов банков. И, конечно, я, может быть, все-таки не буду посылать им свою фотографию по скайпу, а пойду и откроете счета очным образом. А хотя жители каких-то вот там далеких деревень или там, значит, на территории Крыма находящейся, они, конечно, смогут вот воспользоваться этим, этой опцией закона 482 ФСД. Какие риски будут сопровождать? Мы риски эти уже обсудили, связанные вот с подделкой, фальсификацией наших биометрических параметров. Сама даже база, которую мы сдали и собрали вот эти банки, конечно, может пропасть, и это не секрет. Увы, сегодня банки вот все чаще, ну, не часто, но, по крайней мере, штук 50 в году закрывают. Куда деваются эти сотрудники, мы, наверное, догадываемся, они чаще всего теряют работу. И вот какой-то сотрудник, имевший, имевший в руках эту базу, может, вряд ли он будет ей торговать, но он может, по крайней мере, в отместку, в наказание, вот от обиды взять ее и вывесить. Тем более, что вот в этом Дакнете, темном Рунете висят эти базы, уже многие года висят. Совсем недавно, на прошлой неделе, обнаружили наши эти СМИ еще очередную базу. 70 тысяч, 70 тысяч клиентов одного крупнейшего банка, который был недавно лишен лицензии, вот вывесил. Кто вывесил, для чего вывесил. А самое печальное, что никто не понес до этого никакого наказания, и даже не предвидится пока. Вот пока закон 152 ФСФ в части биометрики не изменили. Раньше ситуация была более, скажем так, определенной. Я напомню, раньше занимались вот этими сбором, в том числе, дактилоскопией, как ее раньше называли, специальные структуры органов внутренних дел. Там и люди были, опыты, специальные процедуры. И хранили они более надежно, не секрет. А сегодня за это дело взялись банки. К чему это привезет? Ну, сказать трудно. Можно ли заменить эту биометрию? Ну, конечно, можно. Сегодня существуют так называемые аппаратные средства идентификации гражданина. Это вот такие смарт-карты, USB токен. Это вот такая небольшая коробочка. Вы приложили ее к каналу связи по интернет с банком. И банк уже со стопроцентной точностью определит, что владелец этой коробочки является именно тем человеком, за который он себя выдает. Конечно, коробочку можно потерять. Или эту коробочку может украсть от вас злоумышленник. Но тут можно дополнить эту процедуру и вот этой биометрикой. То есть сдавать два комплекта данных. Один, который пойдет с коробочки, а второй, который, собственно, связан с вашей персональной идентифицирующей биометрической информацией. Вот такую комбинацию пробить злоумышленники, конечно, не смогут. К чему это приведет? Ну, вот я имею в виду вся процедура биометрики. Пока мы не знаем, пока опыта нет. Во всем мире она, такого аналога, такого сбора, громального сбора биометрической информации я не видел и не слышал. Ну, наверное, какой-то результат будет. Хотя гарантировать, что претензий у клиентов к будущему, к этой всей процедуре, каких-то возможных инцидентов, связанных с ней, не будет. Я, конечно, гарантировать это не могу. А как защититься от всех действий злоумышленников? Что делать? Вот что делать, если они схватили, украли эти данные? Ну, защищаться, собственно, нужно не самому гражданину. Конечно, возлагать эти функции защиты своих персональных и биоидентифицирующих данных на тех, кто их собрал. Потому что последствия от этого могут быть самые печальные. Часть я уже перечислил, риски связанные с тем, что у вас деньги потеряют. Даже вот карьеру, карьеру могут как-то изменить вот эти данные, которые вы сдали. Например, молодой человек, что я имею в виду? Он сдал, ему там было 18 лет, он сдал эти свои биометрики, отпечатки пальцев у него собрали, популярные узоры. Они попали, их украли, и вдруг он собирается поступать в какие-то вот такие, скажем, правоохранительные органы, военные, вооруженные силы или иные организации, которые отвечают за безопасность страны. Не борьбу с злоумышленниками, с этими финансами, а противодействие с западным каким-то там спецслужбам. Я не думаю, что они будут очень, наши уже спецслужбы, очень довольны тем, что сотрудники их вот так будут легко идентифицироваться, и на каком-то там сайте в Рунете можно будет скачать его и персональные данные, и биометрику, и глаза, и так далее. Вот это может даже, на мой взгляд, перечеркнуть ему будущую карьеру, карьеру в этих правоохранительных органах. В завершение я хочу призвать всех просто, мне тогда проще будет отвечать, напишите, что вас интересует, и я отвечу, ясно будет и не ясно, но вы можете в своих же комментариях и прокомментировать. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, я с удовольствием вам отвечу. До новых встреч! Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. finversia.ru делает экономику понятной.